итак сегодня 31 мая 2023 года последний день весны и де-факто начало лета время 7 часов 55 минут по московскому времени и рыночный фон на сегодня такой ази в минусе фичур сша и с минусе нефть в минусе но не в почти подошла к уровню 77 за 2 доллара за баррель соответственно от этих уровней я готов буду рассмотреть нефть под локальный лонг с альфа сока на уровень 7677 что касается индекса ммвб то сегодня ожидаю снижение на уровне 2180 пунктов соответственно там есть гэп о котором говорю последний парни что он будет закрыт в принципе вчера этот г почти закрыли почти на негативных новостях но блин шар то все равно в рынке много это не дает рынку так сказать конкретно быстро смачно снизится поэтому сегодня же до полного закрытия гэпа но и внимание по мере снижения рынка кэффициент шартов будет только расти то есть сейчас по факту толпа шартит рынок и по мере этого роста толпу просто обувает кто кому могут почему потому что лапу прибыль не везут никогда поэтому господа хоть закрытий гэпа я ожидаю но шар ты я не открываю потому что быть мясом в этой маслобочке чё-то как-то не особо хочется перед началом данный виде ролик хотел бы презентовать телеграм-канал дилер это один из самых популярных инвесторов и за ним следят почти 60 тысяч человек уникальность канала в том что он дает аналитику по акциям и за 100 рублей и за 20 тысяч так что каждый найдет для себя подходящее вложение в том или ином активе сейчас он пишет про недооцененные акции на которые стоит обратить внимание а то вкладываться сбер уже поздновато в общем и целом ссылка на данный телеграм-канал будет в описании под данным видеороликом далее переходим непосредственно к геополитике и смотрите сша в среду объявят о новых санкций против российской федерации в том числе экспортных ограничений сообщает блинкин смотрите в чем суть санкции хрен с ним рынок этому уже привык но экспортные ограничения какие именно на поставки нефти вы уже вели на поставки прочих сырьевых товаров вы уже тоже вели что на этот раз высосать из пальца интересно будем следить внимательно но еще раз повторюсь что рынок уже привык санкционному давлению рынок привык к тому что спросу на территории восточной европы и черт возьми рынку дали право манипулировать кто дал право центральный банк банкир этим пользуется на всю катушку поэтому кого-либо обвал из этой новости господи я не ожидаю коррекцию закрытие гэпа от понедельника до обвала виде там 25 там 30 процентов не дали нашем телеграм-канале биржевик акции где 61 1852 подписчика ссылку на канал можете в описании под каждым видеороликом первый пункт телеграм-канала пункта телеграм-канала про рынок акций рекоменду настоятельно подписаться я опубликовал макроэкономический пост в виде соотношения долга ввп в сша который уже блин показывает район 130 процентов между прочим подобная фигня подобная фигня была с 1900 примерно там 29 по 1947 год чем все это кончилось правильно событиями с 39 по 45 годы я ни на что не намекаю ни в коем случае но просто знаете пища для ума и данный показатель будет дальше расти внимание к 25 году американские политики экономисты ожидают долг в сша в районе 50 триллионов долларов охренеть сенатор уже об этом начали говорить напрямую меня вот это удивлять на самом деле но я понимаю на чем будут расти на мягкой денежно-кредитной политики да и на запуске печатного станка поэтому док ввп будет обречено расти к уровню 100 80 200 процентов это черт возьми большая проблема почему потому что в этом 10 лет я много раз уже говорил 2019 года нас ожидает череда событий которые обнулят всю текущую финансовую систему но знаете я больше сторонник чего я сторонник блэкаута я не думаю что какие-то горячие события будут просто это богом забытой планете в виде там тех событий были 100 лет назад которые были 80 лет назад до такие вот на территории европы маловероятно а вот мировой блэкаут коль уже мир скажем так выход из глобализации в регионализацию то обнулить все-таки финансовую систему путем каких-нибудь природных катаклизмов черт возьми в этом греха никакого нету и сослаться например на солнце сказать то что ой а там была вспышка у нас сервера прогнили ой ой как все плохо облачных ранее еще больше не работают ой 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 сейчас конечно айтишки меня закидают гнилыми помидоршами халыч не понимаешь нашу систему не понимаешь нашу работу все будет хорошо конечно все будет хорошо но тебе почему за счетчику конечно будет все хорошо все будет отлично не переживай но это не точно поэтому я страхую всех и джирусь и еще раз господа говорю физически материальные активы вам в помощь блин я наверное единство вообще об этой теме говорит на публичном просторах интернета офигеть в общем я готовлюсь ну и соответственно по мере роста долговой нагрузки сша и долговой нагрузки ряда про западных стран чего мы увидим правильно мы увидим отрицательные ключевые ставки в том числе страны фрейс в общем господа живем в такое интересное время которое нужно стараться видеть наперед потому что есть сейчас не видеть тренды то ты говорится локоть близко до хрен его укусишь пока не подумали о своих деньгах сейчас поверьте ваша бабка уже больше не подумать кроме вас самих а в этом бессилете нас ждет большой тотальный финальный кидок во всем мире финансовое содержание в первую очередь готовимся далее я бы хотел озвучить пару мыслей нашего телеграм-канала биржевых царевой рынок где 26 628 подписчиков ссылка на данный телеграм-канал и место в описании под каждым видеороликом первый пункт телеграм-канал пункт б телеграм-канал про сырьевой рынок я там публикую мысль меня аналитику свои торговые сделки идеи по сырьевым рынком пусть не в газ золото серебро плате на палладий медь уголь цинк алюминий никель и прочего там духе и зерновые культуры в том числе смотрите я об этом много раз говорил еще вот начиная с 2020 21 года вот пост и вот еще не пост 21 года я говорил тогда еще раз сейчас сланцевой отрасли сша конец в прямом смысле слова не в стиле там мемного конца не в стиле там где михаил леонтьев ситом попивает водочку говорит что доллара осталось жить буквально пару суток нет господа вообще нет процесс загибания сланцевой отрасли это процесс на самом деле среднесрочный я об этом говорю с 19 года что сланцевой отрасли не хорошо ей плохо почему потому что высокие ключевые ставки стороны фрс очень сильно давит нам или инвестиции в этом рынке с другой стороны черт возьми в сша с единственный крупный нефтяной бассейн который называется пермский пермский нефтяной бассейн и он тоже уже себя полностью исчерпывает других бассейнов нету там понимаете и например почему сейчас американцы нефтегаз пытается залезть в латинскую америку да потому что месторождение есть новые крупные но залезает ли он туда успешно американский нефтегаз конечно же нет там его как-то особо с распростертыми объятиями не ожидают это подчеркиваю так вот с ученым в том то что буровая активность в америке будет дальше снижаться сейчас например у нас имеется тот один из них и газовых скважин который добывать данный вид царя это из этих из этого количества важен уж извините меня активно работ наверное половина но не более чем я еще раз подчеркну что у нас со стороны вот мирового сообщества спроса нефть будет только расти а предложение будет падать поэтому в дальней дистанции времени нефть выше ста это вопрос времени по большому счету вот тоже сейчас нефть падает это черт возьми тупорылые ожидания тупорылых спекулянтов которые сейчас ждут кризиса еще чего-то шмизиса там не знаю сход с планеты земля с орбиты своей господи я еще раз говорю господа рынок это по факту пирамиды поэтому коль толпа ожидает чего-то мы с детьми а толпа как правило ценообразованием и манипулируют но не все это важно я просто то есть чему во-первых буровая активность будет падать скоро количество важен будет в районе 400 500 штук из которых будут активно только половину тузин 200 250 добыча нефти в шатах будет падать прибыль нефтегаза компании будет снижаться это очевидно но и что касается мировой стоимость нефти она будет расти на факторе растущего спроса и снижающего все предложения в общем все очевидно далее вы хотели пару мыслей касательно моих нынешних открытых позиций в рынке но и соответственно можешь приближаться по тайм-кодом потому что на каждую акцию я выделяю определенный период времени что касается алрос они рекомендовали дивиденды не выплачивать об этом я и публично говорил в рамках нашего платного телеграм-канала что я лично в дивиденды не верю почему потому что огромное у них впереди огромная затрата виде растущего капекса то есть кап затрат на те или иные производственной мощности новые рудники так называемые по добыче того исхопаемого которое они воспроизводят поэтому как будто рагер сегодня это акция на новость блин я думаю что никак вот хоть убить думаю что никак почему потому что все эти негативные ожидания в принципе уже в стоимости бумаги вы просто посмотрите на торгуется вот недельной графики если посмотреть а вообще я уберу эту хрень вот недельный график она торгуется на уровне в 15 16 года это крейс на значение это с одной стороны с другой стороны бумага торгуется при формации треугольник такого глубокую информацию треугольник вот на проходит а из которых выходит аккуратно вверх с третей стороны Если посмотреть, да, вчера остался свечной шип, и я знаю, кто эту бумагу запампил, господи, как им не стыдно такие пампы воспринимать. И потом разгружаться об толпу. У меня вчера в моменте, да, бумажная прибыль по лоросе была в районе 7-8%, да, вот здесь, на этом уровне. Я вот смотрю, знаешь, на термо так вот думаю, бля, я красавчик, молодчик-то какой, сука, еще одна идея. Но спустя 3-4 часа, когда там эти гребаные телеграм-каналы, всякие тиктокеры, чертовы, начали говорить, что мы продаем лоросу, дивидендов, наверное, не будет, но это не точно. А они начали демпинговать цену. Но шип остался. Но шип реально остался. Каково мои действия по отношению к данной бумажке? Да знаете какие? Ну, посмотрим, что по утру будет. Я в большой какой-то обвал, честно говоря, бумаге не верю. Да, открытие гэпом вверх, гэпом вниз допускаю, но потом допускаю лютый выкуп этого гэпа. Моментальный выкуп. Просто скажу так, что свечной шип, в принципе, остался вот здесь, да, в районе 70-72 рублей за акцию. Но опять же, по мере роста бумагу есть, все равно просто брать и раздавать. Все. Каких-либо таких серьезных драйверов роста, ну, к уровню там, не знаю, 100 и выше, но пока, честно говоря, не наблюдаю. Локальные драйверы есть, да. Но выше 100 это пока маловероятно. В общем, по алросе по утру посмотрю, ожидаю отработку данного свечного шипа. Но опять же, отработку данного свечного шипа ожидаю не конкретно сегодня, да, а в диапазоне, вероятно, в ближайших нескольких торговых сессий, потому что у него будет рынок, соответственно, падать на закрытие гэпа. Хотя, с другой стороны, блин, ММВБ гэпцу закроет 26,80 пунктов, черт, его потом возьмут да выкупят. Опять. На чем? На ротации капитала. Чуть попозже эти мысли вам еще раз обозначу в этом видео. Ротация куда? Из тех бумаг, которые перегреты, да, в те бумаги, которые, сука, недооценены. Ну, вот, например, взять этот сраный Газпром, да. Сейчас активно пампили Лукойл, да. У нас отстает от широкого рынка Газпромнефть. Там тоже будут передивиденды, между прочим. Но при этом отстает и Газпром. То есть, видите, в чем прикол? Эти бумаги занимают огромную долю в индексе ММВ. То есть, какие там у нас дольщики? Это Газпром, Сбербанк, Лукойл, Татнефть, Газпромнефть, ГМК Нурникель, Русал, Полюс Золото и кто-то там еще. Они двигают рынок. Я вам вот просто вот так скажу, что у меня тоже позиция по Газпрому теперь имеется с вчерашнего дня, да. Я, в принципе, сюда аккуратненько буду постепенненько входить. И знаете, в чем прикол? Прикол-то в том, что... Вот посмотришь на индекс ММВБ, да. Сейчас я его открою. Чуть попозже, Таня, пройдемся по нему. Гэп-то локальный есть. Гэп локальный есть. Конечно, можно сказать многое, что тут якобы дивергенция, там еще что-то, двойная вершинка якобы формируется. А не суть важна. Потому что на это все смотрит широкий рынок. Толпа на это смотрит. А коль на это толпа смотрит, они будут говорить ровно те вещи, которые я вам сейчас озвучил. Что, мол, тут якобы двойная вершина, там якобы дивергенция, там еще чего-то и прочее в этом духе. Но так подумать, если толпа. А если будут об этом все говорить, толпу прибыль повезут? Сомнительно. Поэтому я хоть и ожидаю закрытие гэп сегодняшнего по ММВБ, но, черт возьми, локальное снижение голубых фишек тоже ожидаю. На дальнейшем будем выкуп наблюдать. Но по Газпрому цель сюда у нас. На поддержку уровня 158 рублей на акцию. Вот сюда мы сегодня придем. Тут я тоже готов его аккуратненько загружать к себе в краткосрочный спекулятивный портфель. И моя цель будет где-то в районе 180, может быть, 185 рублей на акцию. В общем, посмотрим. Так что, в принципе, на ротацию капитала я акцент так иначе делаю. И прекрасно понимаю, что нихрена не все так просто в рынке, как многие об этом думают. Но раз толпа ожидает падение, толпа сидит в шортах, я что-то понимаю, что толпы повезут прибыль. Повторюсь еще раз. Далее я бы хотел поговорить немножко про банковский сектор. В первую очередь про акции МКБ. Ну, во-первых, эта бумажка очень сильно от сета банковского сектора. Это очевидно. С другой стороны, я вот за что люблю эти технические осцилляторы VDRCI. За то, что они, в совокупности со свечными шипами, всегда показывают уровень критической перепродности. И, соответственно, бумага к этому уровню уже подошла. Я, конечно, допускаю отработку хотя бы еще немножко данного свечного шипа. Но и даже данную бумажку в виде МКБ я постепенно загружаю к себе в спекулятивный портфель. Да, вот на селе еще внизу осталось. Но я сюда вхожу аккуратненько и понемножку лестненько. Вот, вчера поиск начал набирать в рамках нашего платного телеграм-канала. И особо не суючусь. Вот сюда дойдет. Здесь я докупаюсь. И здесь где-то я буду потом продавать. Ну, диапазон 6,90, наверное. 7,15. Посмотрим. В любом случае, что я могу сказать. Блин. Бумага перепродана. Цели выше. Вот вам еще одна такая публичная идея. А почему бы и нет? Далее акции компании FixPrice и вообще широкого ритейла. Ну, я думаю, вы прекрасно поняли, что ритейл – это шибко сильно отстающий рынок сектора экономики, то есть от широкого рынка. Об этом я попробую сегодня видеоролик тоже заснять, потому что вчера, честно говоря, забил на эту тему. Но вот сегодня я постараюсь не забить. Так вот, факт в чем? В том, что у нас вот FixPrice, вот вам треугольник, вот вам конвергенция. Цели выше. Я тоже по ней позицию среднесрочную держу. В принципе, ну, не парюсь, не суючуюсь. Мои цели выше. Вот, в принципе, если у вас, как говорит, цели по прочим ритейлерам имеются, то, блин, этот сектор рано или поздно будет спекулянты разгонять. Почему? Потому что я полагаю, что деньги они будут ротировать из сектора в сектор, то есть дальше деньги будут от капитала перетекать. Ну, условно говоря, один сектор перегретый, второй сектор недооценен. Что они будут делать перегретый сектор, например, нефтегазово? Правильно, направлять деньги на те бумаги, которые ни хрена еще не выросли. В общем, на эту ставочку я, в принципе, делаю. Как говорится, за базарчик отвечаю. Соответственно, в рамках, ну, такого, знаете, эфемерного среднесрока ожидаю. Эфемерного, то есть не имеющего определенные временные рамки. Ну, вообще, полагаю, месяц-два. А может быть и раньше. Хрен знает. Как карта рынка ляжет. Посмотрим. Поэтому небольшое резюмирование. Я по мере этого всего роста буду бумаги раздавать. Я еще раз повторюсь из вчерашнего видеоролика, да. Что по ММВБ, по ММВБ где-то в районе, там, 2 900-3 тысячи пунктов. Я думаю, мы выше этого уровня так или иначе не выйдем. Почему? Потому что слишком много накала страсти в виде политики у нас будет ожидаться. Вот. Давайте перейдем на индекс ММВБ, как таковой. Вчера индекс откатился от уровня 2750 пунктов. Это ЕМА-200, проходящий уровень. Но небольшое примечание. Шип вверху остался. Вышестоящая цель пока еще тоже имеется. Где-то в районе, там, 2 800-2 900. Ну, вот максимум 3 ксаря. Я думаю, к 3 ксарям все-таки в ближайшее время повезут рынок. Почему? Потому что, во-первых, залп остался в виде шардиц на рынке. Во-вторых, пока как такового негатива политического нет. Но еще раз повторюсь, что от треперных уровней, то есть от уровня золотого сечения, вот, данного диапазона, да, 3000 пунктов. Даже чуть повыше. Я полагаю, что активируется опять политика, потому что рынок будет такой ситуацией дико-люто перегретый. И где RSI будет, не знаю, в районе там 80, а может 85 пунктов. Чтобы сбить вот эту тотальную перегретость, блин, нужно будет какие-то новости рынку преподнести. Я думаю, новости политические. Вон, видите, опять эпопея с санкциями начинает возобновляться постепенно. Там, глядишь, и новый накал страстей в Восточной Европе начнется еще чего-нибудь. Там опять про розоветров, как говорится, заговорят. Но всякое бывает, тут это уже стало нормой. Хотя это какая-то немножко извращенная норма, так или иначе. Но это норма. И рынок с этим совладал уже. Поэтому, еще раз повторюсь, по миру роста я все равно буду эти бумажки российские распродавать. Дальше буду смотреть. Либо землю куплю, да, и бункер построю. Либо куплю землю, буду картошку копать. Но на случай Армагеддона, ну, как говорится, жить-то хочется, хочется. Бункер, земля, картошка. Мне, честно говоря, не помешали. Вот, и с другой стороны, ожидаю сегодня закрытие гэпа в диапазоне 2680 пунктов. Поэтому, по мере этого закрытия гэпа, пойдем опять вверх. Ямай-9 пока ориентиры, соответственно, цена торгуется. Такой, знаете, умеренной формации восходящего колена. В общем, вышестоящая цель, я думаю, еще цена добьет после закрытия сегодняшнего уровня. Ну, то есть гэпа. Далее индекс РТС. Здесь картина прежняя. Я еще раз повторю, что Яма-200 проколоть. Нужно иметь такой бычий импульс, да, вот в этом инструменте. И иметь такой медвежий импульс на валютном рынке, чтобы вообще этот уровень пробить как таковой. Но, еще раз повторюсь, валюта пока, соответственно, нашими ожиданиями, да, в пользу роста. Там доллар по 82-83, евро по 87-88, юань по 12. Ну, к этим уровням. Соответственно, пробить по РТС Яма-200, 1060 пунктов. Блин, каши мало ест индекс. Каши очень мало ест. И я не жду этого пробоя. Ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра. Поэтому сейчас будем снижаться к уровню 1040 пунктов, даже 1035 пунктов в медианной полосе Боллинжера. В общем, торговать этой чепухой пока, честно говоря, не особо хочется. Далее. Что касается RGBI. Смотрите. Вчера у нас в Центральный банк выступал следующая интервенция, которую я бы хотел процитировать. А повышение ценового давления может потребовать повышение ключевой ставки для возврата инфляции к целевому уровню в 4%. Ни хрена себе. Следует из материалов Департамента исследования и прогнозирования Банка России. Первое. Рост ВПРФ в первом квартале составил 0,6%. В втором квартале ожидаются схожие темпы. Второе. Экономика РФ может тупить в фазу перегрева, если предложение не будет своевременно подстраиваться под рост спроса. Об этом сообщают аналитики Центрального банка. Ну, во-первых, я еще раз говорю, к возврату 4% вы ни хрена не вернетесь. Не надо об этом даже говорить по 200 раз на день. На дню точнее. Это во-первых. А во-вторых, вот все те, кто сейчас торгуют облигациями 26 кода ФВЗ, черт возьми, вас скоро просто постепенно нахлобучат. Почему? Потому что по мере роста ключевой ставки 26 код ФВЗ будет падать. 29-е, он как-то рационно будет расти. В общем и целом, даже на корпоративной руке облигации пока делать нечего. Там потому что все бумаги почти, почти все бумаги, они торгуются с, ну точнее в условиях постоянного купонного дохода. То есть, блин, все равно это в момент повышения ключевой ставки они все будут стоимости падать. Ну, с другой стороны, нафига тут брать на себя излишние риски, честно говоря, не знаю. Ну, решать каждый будет сам. Абсолютно каждый будет сам решать. Я, честно говоря, пока на рынке ФВЗ и облигации не торгую. Я пока там никаких идейтолком не вижу. Торговал я последний раз этим рынком где-то с марта-апреля 22 года по август, сентябрь 22 года. Все, с того времени больше я не заходил сюда. Курсовой рост поймал, купоны получил, да и больше тут ловить, в принципе, нечего. По крайней мере, для начала пусть ключевую ставку поднимут до уровня как минимум 9,5-10% годовых, а дальше посмотрим. Далее, валютный рынок, доллар, евро и юань. Но, во-первых, начну я, пожалуй, с нашего прогноза. Я его публиковал, я его озвучил даже публично, 26 мая на нашем телеграм-канале Биржевик Акции, где шатана 1855 подписчиков. 26 мая, 7,07. Вот тут я указал, что цена в доллар в треугольнике. Цена торгуется в рамках пока налогового периода, но ожидаю постепенно движение валюты вверх к уровню 82,83. Ну, еще раз напомню, что данный пост я зачитал с нашего телеграм-канала. Первый пункт в описании под каждым видеороликом. Пункт А, телеграм-канал про рынок акций. Настоятельно рекомендую подписаться. Ну, и, соответственно, постепенненько выходим к этим высшедающим уровням. Я, честно говоря, вне позиции здесь. И сразу небольшое примечание. Это финальный уровень, финальный ценовой выброс. Но, опять же, сейчас все равно найдется толпа валютчиков, которые побегут все это покупать. Давайте, господи, подложим с тобой, что толпу к прибыли не везут. Это во-первых. А во-вторых, во-вторых, это гребанное повышательное ценовое давление в валютном рынке. Оно будет сподвигать индекс ММВБ к дальнейшей бычьей переоценке, то есть к дальнейшему росту. Почему? Потому что российский рынок напрямую влияет от валютного курса. Так как участники рынка всегда ожидают того, что по мере роста стоимости валюты будет расти прибыль экспортеров. По экспортерам, которые размывают огромную долю в индексе ММВБ, они будут расти тупо на жжение чего? Правильно, на жжение того, что эти компании, типа Лукойл, Газпром, какие-то еще, там Татнефть, ГМК, Нурникель, Роснефть и прочее в этом духе, будут уплачивать повышенные дивиденды. Ну, тупо на ожиданиях, не более чем. Так оно всегда было, есть и будет. Такой вот биржевой сантимент имеется. В общем и целом, я лично делаю ставку на рынок акций и, соответственно, на валютный рынок пока не вхожу. Почему? Потому что понимаю, что мои среднесрочные тут идеи полностью отработаны. Это успех, на мой личный взгляд. Но рисковать деньгами на такие локальные прогнозы, на такие локальные мысли я не хочу. Правда. Резона в этом не вижу. Ну, что касается пары евро, рубль, цель вообще 88,89. Юань, цель близи 12 рублей. В общем и целом, что имеем, то имеем. Далее, индекс долларов, корреляция со сырьевыми рынками. Здесь же, в принципе, пока индекс баксов будет расти к уровню 105 пунктов, это финальная цель, после которой я жду обвал индекса доллара на смене режима монетарной политики, о чем я неоднократно говорил в соответствии с тем, что нам озвучит сейчас Джерри Пауэлл, глава ФРС, да? То есть где-то уже без того ему пора на пенсию идти, да? Но он не на пенсию, он, как говорится, еще занимает такие высокопоставленные посты. И что она нам говорит Джерри Пауэлл, что, мол, ну, возможно, мы дошли до финальной отметки по ключевой ставке. И мы как бы этого, ну, думаем, поднимать, не поднимать там, ну, 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 может быть, слегка опустим, ну, может быть, а может быть, так слегка оставим на одних и тех же уровнях. Не, ну, точно мы будем понижать. А, да, 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 и куе запускать. Вот нам такие вещи, он по факту и говорит вместе с прочими чиновниками в виде Джефа Булларда, да, чиновник ФРС и прочих персонажей в этом ведомстве, в этом союзе центральных банков США, федеральных резервных банков, я имею в виду. Вот, и в чем прикол? Прикол в том, что, черт, у нас впереди обвал бакса. Все, все легко и просто, господи. На этом факторе у нас что будет происходить? Это рост криптовалют, рост сырьевых рынков и рост дракопромметаллов. Вот, давайте перейдем теперь по каждому дракопромметаллу и, соответственно, по всему сырьевому рынку. Но взять пример нефтмарки Brent. Я еще раз повторюсь, что пост публиковал на нашем телеграм-канале Биржевик Саверонинг, что я жду выход нефти из треугольника вниз. Здесь слонговый цейл локальный, как минимум, находится на уровне 70 долларов за баррель. Такая хорошая, как мне кажется, лонговая область, которую я бы с удовольствием вообще бы отработал этот уровень, да, с целью высокой цены к уровню Яма-9 медианной полосы больше. Ну, к уровню 75-77. На таком движении, в принципе, грех было бы не забрать в районе там 16 дефис 23% с учетом кредитного плеча. Ну, потому что весь рынок нефти, да, это плечо 1 к 3 по факту. В общем, риск, конечно, велик, но не суть. Поэтому от уровня 70 я готов буду рассмотреть лонговую идею. Мы туда медленно, но верно идем. Что касается природного газа. Здесь картина, в принципе, аналогична, но, блин, я еще расскажу, здесь жду пробой медианной полосы Бонжера и выход к уровню 2.18. 2.18 дефис 2 бакса. Вот от этих нежелающих целей я готов прям, ну, с удовольствием, с большим непреклонным удовольствием открыть лонг в этом инструменте. Твердо и четко. Твердо четко. Далее, что касается драка промо-металлов, здесь картина следующая. Помимо роста индекса бакса, жду возврат золота к уровню 1.940. Серебра ЕМА-222.80. Платины к уровню ЕМА-200.000. А Палладий к уровню линейной поддержки 1.308. Ну, в принципе, цели прежние остались. Поэтому что-либо новое озвучить здесь, я думаю, не предоставляется возможным. Что касается крипторынка, здесь картина, в принципе, аналогична. Жду снижения к уровню ЕМА-200.000. Там я готов покупать, хоть не знаю, ну, конечно, не на всю котлету. На всю котлету. Это было в суперолигофрении нам лично сделать. Ну, ладно. Там я готов покупать позицию на определенную часть котлеты. Битка, да, с целью там выхода на куда-нибудь 30 тысяч баксов. Все. Твердо четко. Просто твердо четко. Поэтому уже снижение, что по биткоину, что по эфириуму. И пока не ошибся, не случилось. Почему? Потому что индекс баксов будут еще расти. Соответственно, будут давить на сырьевые товары. А я еще раз напомню, что американцы приравняли криптовалютный рынок к сырьевому рынку. Это не моя прихода, это прихода американцев. Это теперь коммодитис. Самый настоящий сырьевой товар. Биткоин, эфирм и прочие криптовалюты. Ну, и подводя итог, я скажу следующее, что, в принципе, довольно успешно мы с вами сейчас торгуем по рынку акций. Вот, и, по прочим, другим товарам. Меня это радует, это все хорошо. Но, еще раз повторюсь, да, жду снижения ММВС сегодня вниз. Но какого-то тотального лютого обвала не ожидаю. Повторюсь еще раз. Гэп остался 26.80. По мере этого закрытия гэпа будем выходить к выше стоящим А5 уровням. Потому что шартов на рынке все равно много. Коэффициенты довольно растущие. Это меня, ну, напрягает. С другой стороны, я понимаю, что эти конечные сырки это в районе 3000 пунктов по ММВС. Где, в принципе, начинается большая тотальная зона турбуленции. Потому что на этих эшелонах рынок будет у нас сверх перегретый. Ну, и тем самым на этих уровнях у меня отработался прогноз, который я давал 2 января. О том, что рынок российский будет расти экспрессивно к этим вышестоящим целям. Поэтому по мере роста рынка я буду все эти гребаные позиции раздавать. Потом выходить аккуратненько на забор. В принципе, посмотрим, что не будет по Алросе. Погрядим, посмотрим. Загаданный период не будем. Вот. А в целом, идеи по рынку еще остаются. Газпром, МКБ, Фикс Прайс. Очень даже нормально. По крайней мере, ланги по этим инструментам я держу. Алросы, Газпром, МКБ, Фикс Прайс. И... Эх, и не шевелюсь. Дальше буду смотреть чисто по ситуации. На этом все. У нас имеется перечень медиаресурсов в описании под каждым видеороликом. Первый пункт. Это наш официальный телеграм-робот для входа в платный телеграм-канал. Я там публикую мысли, мнения, аналитику. Ежедневно торгую в рамках прямого эфира с 10 утра до 11-12 дня. И, соответственно, там публикуются все возможные мысли, углубленные, также обучающие посты касательно рынка. В общем и целом рекомендую подписаться. У нас также имеется перечень бесплатных публичных медиаресурсов в наш телеграм-канал. Пункт А. Телеграм-канал про рынок акций. Пункт Б. Телеграм-канал про сырье о рынке. В. Облигации. Г. Банк сетры. Рынок недвижимости. У нас также имеется кантагруппа Яндекс. Зиннер. В общем, я просто настоятельно вам рекомендую на все эти ресурсы подписаться, потому что информация, которая уходит там, задержка во время, поступает на YouTube. Ну и помните, что мы все обречены на прибыль, лишь время грамоты стратегии наших главных союзников. На этом все. Всего вам доброго. Удачи торгов. И до свидания.